Ну и переходим к рынку, который также можно изучать, который очень интересен, но опять же чуть позже, потому что если рынок Форц и рынок России это, скажем так, заряженный хэтчбэк, то рынок криптовалют это уже раздел Формула-1. Это сверхзвуковые скорости. Иногда даже Формула-1 отдыхает, потому что это уже, это как гонки на истребителях, сверхзвуковые скорости. Здесь, конечно, одна секунда может стоить вам очень многого, поэтому смотрим на примерах. Сразу не в бровь, а в глаз. Четыре графика криптовалюты. Две топовые и две, так сказать, альткоины, которые тоже там находятся в первых десятках. Рост за один месяц. Здесь показано в виде графиках движения криптовалют с конца декабря 2019 года по текущий день, конец января 2020 года. Посмотрите, слева вверху у вас биткоин. Все его знают, все его любят, все его уважают. Он самый тяжеловесный. Порядка 200 миллиардов капитализации. Конечно, он в 10 раз не переставляется в цене уже давно. Самый тяжеловесный инструмент двигается медленнее. Но вот это медленнее, это 40%. Ни много, ни мало. 40%. С 6,5 тысяч до 9. Лайткоин, чуть ниже. Прибавил больше. С 37 долларов улетел на 63. Что составило примерно 75%. Что уже очень много. Все это произошло за один месяц. До этого тоже были такие сильные движения, то вверх, то вниз. В целом вам показать потенциал движения, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Иногда фондовый рынок, допустим, США или там России, может быть не в 2019 году, а в 2018. За месяц может пройти процента 2-3. Такой боковичок, плавно повышающийся. Ну и так, немножко так прибавил. А здесь вот такие цифры. Ну и наши чемпионы. Это Bitcoin SV. Это один из форков самого биткоина. Много биткоинов разных. Есть основной, а есть там, так сказать, дополнительные альткоины. В том числе Bitcoin SV. Мной любимый. Я на нем сделал хорошие деньги и продолжаю за ним следить. И сейчас у меня были на этих движениях позиции открыты. И Ethereum Classic. То есть Ethereum, а есть у него fork Ethereum Classic. Вот эти так называемые альткоины. Вот этот относится к биткоинам, этот к эфирам. Они имеют повышенный коэффициент. То есть если, скажем так, ну говоря нашими привычными словами, базовый актив движется там со скоростью 40% в месяц, то эта штука может двигаться там умноженной на 5. То есть коэффициент 5 часто бывает. Движение альткоина по сравнению с его прародителем. Ну а здесь мы видим и того больше. Bitcoin SV за месяц вырос на 383%. Такие цифры, которые тяжело в голове укладываются. Даже у меня. То есть это самый быстрый рынок в мире сейчас. Это рынок криптовалют. Самый быстрый изменяющийся. То есть криптовалюта может вот здесь, допустим, смотрите на эфире, она может двигаться в боковике несколько месяцев. Октябрь, ноябрь, декабрь. Три месяца в боковике около 4 долларов. Плавает, плавает, плавает. И то там волатильность приличная, можно торговать внутри дня. А потом происходит вот с начала 20-го года вот такой взлет. То есть где-то она стоила там 3,5. Вот здесь был, кстати, ложный пробойчик. Давайте поближе вот так вот вот эту криптовалютку включим. Вот здесь смотрите. Наш сигнал. Удержание минимума. Удержание там несколько летнего минимума. Ложный пробойчик удержания. Середина декабря. Дальнейшее повышение. Небольшой отскок и дальше за ускорение. От 3,5 до 12. На днях буквально. Я наблюдал в моменте, когда эфир плюс 50% за день прибавил с 8 до 12 и стал 12 долларов за криптовалюту. Вот такой был здесь импульс. Ну и в целом это движение составило вот такие проценты, которые вы видите на экранах. Интересный рынок. Интересный. То есть опасный рынок. Опасный. Стоит им заниматься. Или хотя бы сделать себе watch list. Изучать. Совершать сделки на истории. Стоит. Стоит. Постепенно уже переходя в реальную торговлю. Более того, забегая немножко вперед, потому что у нас задача по итогам резюмировать и сравнить 3 рынка, которые мы сегодня рассматриваем. Этот рынок не имеет сезонности. То есть иногда американский рынок стоит в боковике. Иногда летом наш рынок является неликвидным и тоже засыпает в боковике. Крипта движется все время. Либо вниз летит, либо вверх летит. Она все время высоковолатильная. Очень интересно. Поэтому здесь нужно иметь дежурный капитал. Дежурный депозит. Дальше вот этот слайдик. Как раз вот эта криптовалюта, которая нас заинтересовала. Знаете, это не так, что вот прошло какое-то время, потом я посмотрел, какая криптовалюта больше всех выросла из огромного списка. Я взял ее, открыл и вот я вам показываю слайд. Нет. Мы с ребятами, я в первую очередь, являлись активными участниками торговли на данной криптовалюте в 2019 году. И в том числе на вот этом движении. Причем как вверх, так и вниз. Я еще умудрился на шарте заработать. Когда они на 460 улетели и пошли в отскок на 320. Сейчас покажу. А вообще криптовалюта очень страстная. Вот это биткоин СВ. Значит, конкретнее. Здесь мы видим уже более мелкий масштаб. Мы видим движение. Импульс пошел со 120 и улетело буквально за несколько дней. За 5 конкретнее со 120 на 460. Это даже слайдик был сделан чуть раньше, чем пик. Как входить? Вот здесь был сигнал. Мы с вами видим, что данная криптовалюта была тоже, ну как сказать, в боковичке. То есть она ходила с приличной амплитудой. Где-то 110-120 долларов в течение недели. Затем пошел вынос. Вот здесь, если присмотреться, была наклонная, которую можно было отрисовать. Пошел вот этот вынос вверх. Обычно, когда у вас... Ну, специфика данного рынка. То есть если в Багдаде все спокойно. И вдруг возникает вот такая мощная свеча. Это часто является предвестником начала сильного движения цены актива. За этим нужно следить. Желательно пользоваться алертами. Потому что иногда вы на час куда-то ушли. Через час вернулись, а актив уже на 40% вырос. Здесь нужно активно пользоваться алертами. То есть оповещениями, которые есть в TradingView в том числе. Которые вам будут сигнализировать на телефон, на имейл. Либо просто звуковым оповещением о том, что цена достигла определенного уровня. Но вы могли выбрать уровень локального максимума. И выше него процента на 2 поставить алерт. И в результате вот такого сильного всплеска движения цены вверх. У вас бы все алерты сработали. Вы бы поучаствовали в этом движении. Либо быстро бы переместились за торговый терминал. Для того, чтобы поучаствовать вручную. Соответственно дальше пошла движуха. Это был первичный сигнал точки входа на уровне 120 долларов. Спустя несколько дней у нас возникла консолидация актива. То есть он вырос и дальше ушел в боковичок. Из этого боковичка пришла очередная точка входа. Очень красивая и четкая. То есть посмотрев на старший масштаб. Вы можете сказать. Вот он там за 120 долларов вырос на 460. Там нельзя было зайти. Я вам показываю. Как мы с ребятами видели это в моменте. Они мне присылали вот эти слайды. И мы с ними решали где можно зайти. Где лучше и так далее. Ну вот мы видим что вторая точка входа возникла на уровне 170 долларов за штуку. После чего произошло мощнейшее ускорение. Вот здесь вот кстати еще раз. Они отстоялись в боковичке. Можно было пытаться зайти как третью точку входа использовать. Ну и дальше просто вот такое вот ускорение. До бесконечности. Понимаете. Вот есть такая поговорка. На фонном рынке возможно все что возможно себе представить. Так вот на криптовалютном рынке это все возможно еще и в квадрате. Но это супер высокие скорости. Вы должны понимать что если где-то вы здесь ошибетесь. Станете в шорт вместо ланга. Типовая ошибка. Технический брак. Если вы не подготовленный трейдер. И не заметите это вовремя. То счет может растаять так же быстро как он может удвоиться. Риски они всегда зеркальны потенциальному профиту. Не забывайте. Поэтому да сейчас классно это смотреть. Как это все происходило. Но очень осторожно. Вот. Ну и дальнейшее развитие события. Как бы заключение вот этого. Вот этой истории с вот этой криптовалютой. Она отмахала вверх на уровень 460 долларов. Хотел сказать за баррель. 460 долларов за биткоин СВ. Затем произошла мощная коррекция вниз. Классическая кстати коррекция на 50%. 48. От 460 на 240 улетели. Здесь нащупали хаи ранее пробитые. Все по технике. И от этих хаев нарисовав прекрасный ретест от уровня 240 ушли на 320. Классика технического анализа. Доктор Богатов торжествует. Идеально. 50% коррекции дальше вверх. Вот. Я лично поучаствовал немного в этом движении. Потому что такого сильного роста никто не ожидал. Я поучаствовал в шарте от 400 где-то 50 до 300 по-моему 80. Потом уже 3 часа ночи было. Закрыл позицию. Ушел ночевать. Спать. Невозможно было их оставить. И поучаствовал вот за последние сутки в позиции роста от ретеста. Тоже взял пару десятков долларов на одну крипту. То есть вот-вот где-то так вот с миру по нитке в итоге получилось очень даже неплохо. Процентов 30 где-то к депозиту за вот буквально несколько дней участия в крипторынке. Взять там от 100 долларов до 460 можно. Можно. Но только если у вас есть портфель. У вас есть инвестиционный портфель. Криптовалютный. К примеру там 10 криптовалют. В каждые там не знаю по 200 долларов вложено. Общий портфель 2000. И 200 долларов вложены в том числе в биткоин. Тогда конечно да. У вас эта сумма учетверится. Прибавив в портфель за счет всего лишь одной криптовалюты 50%. В трейдинге конечно на такое рассчитывать сложно. Но взять часть движения. В сильной перекупленности взять в другую сторону еще часть. На ретесте взять еще часть. И в совокупности тоже получается очень хороший финансовый результат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова